Шестого уровня выпускаем. Так, неплохо, неплохо, неплохо. Блин, смотрите, что происходит. Они просто все разносят. Блин, тихо, 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 тихо. Ребят, многие зрители меня постоянно спрашивают, где можно купить недорого гемы, чтобы это было безопасно. Так вот, на сайте ClashKings продаются недорого гемы, дешевле, чем в игре, и я гарантирую вам, что здесь 100% вам гемы выдадут. Я лично пользуюсь этим сервисом, и большинство моих зрителей тоже покупали здесь гемы, и им их благополучно зачисляли на аккаунт. Есть в последнем разделе ссылка на паблик. Можете почитать там отзывы, написать клиентам, которые уже как бы пользуются этим сервисом, ну и там уже делать выводы, покупать вам на этом сервисе гемы или нет. Также здесь еще кейсы, можно приумножить свой баланс, открывая кейсы, и при пополнении 100 рублей вы получаете 50 рублей в подарок. В общем, ссылочку на сайт оставлю в описании, заходите, смотрите и пользуйтесь. Всем привет, дорогие друзья, это новый выпуск по ClashYale, и многие ждали этот ролик, и скажу вам честно, я в том числе. Я сегодня специально слил кубки, чтобы пофаниться, и сегодня у нас на обзоре будет новая легендарная карта. Сегодня будет у нас фан-выпуск, мы сегодня поиграем этой картой на максималках, мы поиграем с 6 уровня, посмотрим какой она выдает урон, посмотрим как она долго живет. А в последующих выпусках я, ребята, вам покажу колоды, покажу как с ней играть. В общем, подбежитесь на канал, поставьте лайк, и как наберем 10 тысяч лайков, я сниму, ну по этой же рубрике, обзор какой-то новой леги на 6 уровне. Если кому интересна эта рубрика, ставьте лайк, 10 тысяч лайков набираем, и напишите в комментах, какую следующую легендарную карту вы хотели бы видеть на обзоре 6 уровня. Значит, напомню, что я уже снимал ночную ведьму, я снимал мега-рыцаря, и я снимал про призрака на 6 уровне. Кто не в курсе, как легендарки 6 уровня у меня появляются, у меня зеркало 8 левела, а зеркало 8 левела зеркалит леги на 6 левел. Все очень просто, предлагаю не тянуть, составил вот такую вот деку, опять же, буду делать акцент не на голема там, не на какие-то другие карты, а чисто на лучника. Ну, естественно, чтобы не проиграть, я буду пользоваться там разными, ну, там и голема буду выпускать, да, то есть и другими картами буду пользоваться, но, естественно, большой акцент у нас будет на этой карте. Ну что ж, поставьте лайк, и поехали, ребята, в бой. Такс, я специально тут заменил разные карты, блин, где мой сборщик, чтобы подешевле крутить цикл, да, и ставить как можно больше сборщиков. Давайте используем торнадо, блин, конечно, я не ожидал, что там будет ведьма, и торнадо вообще, конечно, не очень. Давайте поставим лучником, надеюсь, он задефает. Блин, эта карта на самом деле, ну, не до конца, ну, она мне не до конца нравится, она очень странная, но если ей правильно играть, она реально крутая. Я видел, как она с моста убивала сборщик эликсира, это просто было круто. Ну, то есть, карта интересная. И я бы, конечно, хотел, чтобы снизили цену эликсира на эту карту, ну, к примеру, я не знаю, ну, сколько, ну, хотя бы три эликсира ей сделали, да, это было бы нормально. Мы пропускаем меганайта, чтобы поставить сборщики эликсира. К сожалению, нам не позволяет возможности поставить второй через зеркало, потому что, если мы это сделаем, мы потеряем слева башню. Поэтому, чтобы этого не допустить, мы дефаемся. Так, здесь мы подтягиваем с помощью торнадо ведьму, чтобы ее уничтожить, уничтожаем ее, и пятый дровосек с легкостью переходит еще и на левую башню. Ставим еще один сборщик элика. Если сейчас у него есть пылы, то я прям реально очень сильно рискую. И через зеркало поставим, ага, ну, стрелы не страшно, стрелы пока нам не страшно. Ну, и ставим третий сборщик, в принципе, я думаю, этого достаточно. Ха, парень тоже играет с зеркалом, вот прикол. Кстати, обратите внимание, сборщик 12 уровня, просто пушка. Так, ну что, ну тут зап, безусловно, иначе сборщик заберут мой. Ай, гоблин один, блин, отстань. Вы смотрите, один гоблин, насколько вреда нанес нам. Так, ну что, ставим голема на правую башню. Нам надо дождаться цикла, когда у нас будет зеркало. Так, меганайт, значит, у него, да? Ну, давайте выбросим ледяного духа. Дальше мы сольем дровосека. Выставим магического лучника. И параллельно, параллельно, вот здесь, поставим лучника 6 уровня. Смотрите, что происходит. Так, тут у нас торнадо. И смотрим на его урон. Шестой лучник, да ну неплохо он дамажит, смотрите. Ну, конечно, не фуловую, но вышку почти забрал, да? Так, ребятки, я чуть-чуть переоценил свои возможности. Думал, справа заберу налегке, но увидим парниша задефался. Поэтому добиваем левую башню его. Так, тут у нас пойдет лучник. Через зеркало сейчас еще один лучник. Выбрасываем еще одного лучника. Используем торнадо. Ух ты, что происходит, смотрите. Мне это напоминает Звездные войны, как будто лазеры, да? Лазерные мечи какие-то. Так, ставим голема. Два лучника, ребята. Один первого, второй, шестого уровня. Итак, подбрасываем ледяного духа. Нам надо... Ой, еще один лучник, три лучника. Сейчас через зеркало бы еще одного выпустить. Так, неплохо, неплохо, неплохо. Блин, смотрите, что происходит. Они просто все разносят. Смотрите, сколько... Ооо, просто красота, да? Блин. Реально интересно. Может, еще дешевле колоду сделать? Ну, я не знаю, что убрать. Сборщики мне нужны. Зап убрать? Ну, блин, хзы, хзы. Можно, в принципе, дровосека убрать. Ну, так а что тогда? Торнадо не надо, да? Да нет, торнадо надо. Блин, ну, на самом деле, не знаю. Чем-то придется жертвовать. Чем-то придется. Ну, тут только... Ну, давайте по фану уберем дровосека. По фану. Чтобы чисто лучниками. Ну, это тяжело будет. Это тяжело будет, потому что у меня дефа вообще практически нету. Вот. Ну, да блин, ну почему мне так не везет в начале? Сборщик даже не следующая карта. И в цикле нету. Ладно, прокручиваем. О, отлично. Так, ну, слушайте, я думаю, через зеркало скелетика... Не, хотя зеркало нам надо. Зеркало нам надо, поэтому выбрасываем лучника. Ставим сборщик эликсира. Хотя сейчас, кстати, сборщик зря я поставил. Элитные варвары. Элитные барбарьяны. Так, давайте торнадо используем. Такое себе торнадо. Ой, такой себе зап. Хотя, смотрите, вышку я не потерял. Отлично. Значит, крутим до сборщика. Я понял. Я понял тебя, соперник. Я понял, кто ты. И я понял манеру твоей игры. Самое главное сейчас не заиграться. Потому что, блин, я-то хочу много сборщиков наставить, но... Так, отлично. Ставим сборщик. Вышку отдаем ему. Ну, там смысла нет и дефать. Я на... Что? Блин, случайно... Случайно выбросил лучника. Хотел через зеркало поставить сборщик еще один. Эх, ладно. Жалко. Жалко. Но, ничего. Так. Ставим сейчас голема. Ставим голема справа. Так. Колдун идет на нас. Колдун. Давайте крутить деку. Крутить деку. Так. И что мы прокрутили? До сборщика просто? Просто до сборщика, да? Ну, ладно. Ух ты. Давайте тогда зап используем. Тут у нас лучник. Лучник из АДФАИД. Давай, я верю в тебя, лучник. Я надеюсь, трешечку мы ему не отдадим. Так. Хорошо. Ставим... Блин, что-то эликсира все равно не хватает. Как-то... Как-то идет напряженно все. Так. Смотрите. Блин. Надо... Вот хочется использовать торнадо, но, блин, через зеркало сборщик хочу поставить. Все. И сейчас будем топить, пацаны. Ой, фаерболл, конечно, хорошенький летит. Все. Сейчас будем топить. Сейчас будем топить. Как можно больше лучников выпускать. Понеслась. Понеслась. Так. Лучник. Лучник. Второй лучник. Так. Второй лучник. Тут зап. Зап, 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 зап. Тихо, 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 тихо. Друзья, тихо, тихо, тихо. Чего вы так... Чего вы такие жесткие все? Такс. Лучник. Побольше лучников выпускаем. Побольше. Чем больше, тем лучше. Блин. Одного уничтожили. И второго уничтожили. Блин. Шестого уровня выпускаем. Тихо, тихо, тихо. Фаерболл. Парень уже начинает нервничать, потому что, ну, блин, 800 хп, я понимаю, как ему хочется добить их. Но мы ставим голема, мы ставим голема, мы используем зап, мы используем зап. Торнадо это хорошо, братан, но смотрите, лучник вместе с големом разбирает его главное здание и забирает на трешку. Жадность погубила моего соперника, он мог не... ну, ладно, короче, он бы ничего тут не мог. Ну, просто я же еще фанился, да, если бы у меня была нормальная дека, естественно, я бы не довел до такого состояния своей вышки. Блин, прикольно, но не дал, не дал соперник мне, к сожалению, выпустить много магических... Я его призраком называл? Магических лучников, блин, какой призрак? Ребят, я пересмотрю видео, по-моему, я его называл призраком, этого, эту карту. Магический лучник, я извиняюсь, ребята, я в начале ролика, наверное, это вставлю. Я эту карту весь выпуск называл призраком, извините, я его перепутал. Короче, магический лучник, знаете, я имел в виду магического лучника. Ребят, извините. Ух, блин. Так, ладно, один, и давайте вот так вот, вот так вот с под тышка второго, смотрите. Пау, и вот второй лучник. Ух ты, просто красиво, красиво, конечно, анимация, его атаки красивые, вот эти стрелы. Стрела, точнее, одна стрела. Так, что касается урона. Ну, честно, он не такой сверхъестественный какой-то, и жизни у него не так уж и много, да. Но все равно прикольно, все равно прикольно. И, ух ты. Так, смотрите, что сейчас будет. Самое главное... Ты че так слабо бьешь-то? Ну, не, я не рассчитывал, что ты так будешь слабо бить, братан. Я же думал... А, ну это первый уровень. Окей, противноскоргик. Ну, это, наверное, с элитками, да? Вы же помните предыдущего соперника? Так, он играл палачом, он играл магом, и он играл с торнадо, элитками. То есть, это был полностью, ребята, парень, который... Вы видели? Он чуть не активировал главное здание. А он опасный. Он реально опасный. Он может навредить вам, ребят. Поэтому аккуратно играйте с ним. Так, окей. Ставим голема. Ставим голема. И все, сейчас, наверное, понеслась. Сейчас, наверное, понеслась. Ставим еще один сборщик эликсира. Побольше... То есть, много эликсира не бывает. Сейчас еще один эликсир через зеркало. И, в принципе, понеслась. Давай, давай, быстрее, быстрее, быстрее. Все. Все. И сейчас понеслась. Давайте подтянем всех в кучку, чтобы они там от взрыва голема уничтожались помаленьку. Выпускаем одного лучника. Блин, я все время хочу сказать призрака. Короче, ребята, я, наверное, буду постоянно заговариваться, но вы уж извините. Зап через зеркало. Потому что, ну, надо, надо было так сделать. Все, выбрасываем голема. Выбрасываем одного лучника. Вот у нас осталось, кстати, очень мало времени, пацаны. Мы можем проиграть. Вот что, кстати, не очень хорошо. А где мой лучник? Я не понял. Ладно, еще одного голема ставим. Еще одного голема. Ставим... Блин, да я... Блин, сбил цикл, короче. Неправильно выбрасываю лучников. Надо ждать зеркало. А я, короче, не жду зеркала. Так, запоем. Запоем. Быстрее, быстрее сносим. О, все, у нас здесь зеркало. Смотрите, смотрите, сколько лучников. Ой-ой-ой-ой-ой. Опасно, опасно, братан. Я... Блин, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо. Спокойно, 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 спокойненько. Спокойно, смотрите. О, боже, что происходит. Офигеть Фух, блин, класс Класс, я получил удовольствие от этого выпуска Я пофанился, честно Прикольно Прикольно, но я не назову эту карту имбой Нет, я не назову ее какой-то прям сверхъестественной Не назову ее лучше остальных Обычная легендарная карта Хотя, как может обычная быть легендарная карта? Легендарная карта, как и все остальные со своими способностями Чем-то лучше, чем-то хуже других Но не имба Не имба, но прикольная И с ней реально много можно делать разных трюков Я в следующих роликах покажу Различные колоды, различные варианты выпуска Как правильно с ним играть Вот, ну как правильно с ним играть Это нужно делать отдельные ролики Над ним нужно очень долго заморачиваться У меня есть, в принципе, оригинал Видео, как за англоязычные ютуберы записывали гайд Я могу его перезвучить Но не знаю, если вам это интересно Напишите в комментах, поставьте лайк В общем, много еще будет контента Но я надеюсь, что эти карты Одну капельку эликсира уберут И она будет три стоить Вот за три эликсира крутая карта Все, ребят, на этом буду прощаться Будем сегодня поднимать кубки Подписывайтесь На колокольчик нажимайте Ну и ждите мои новые выпуски Спасибо всем за просмотр Желаю вам удачи Хорошего вам настроения До новых встреч Всем, друзья, пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok